Если у вас аноним, давайте попробуем разобрать с вами ваш вопрос, который вы написали, который вы задали. Постараемся разобраться с тем, какие проблемы у вас. И постараемся разобраться с тем, как можно из этой всей ситуации, очень неприятной для вас выйти. Ну, во-первых, сразу отмечу следующее, что вы прямо в начале своего сообщения пишите о том, что вот, дорогие эксперты, в общем, не сочтите, пожалуйста, за меркантильность и высокомерие то, что я сейчас напишу. Пишите вы. То есть вы, как бы, уже заведомо заранее перед нами обрадуетесь за то, что вы пишете. Давайте подумаем. Просто попробуем подумать немножко. Вы живете где? Вы живете в определенном мире. Вы живете в определенном обществе. Вы живете в определенном окружении. Да? Вот вы пишите, что я выросла в очень обеспеченной семье. И круг знакомых и друзей у меня состоит только из золотой молодежи. Это тот социум, которым вы живете. И у этого социума есть свои законы, есть свои требования к члену социума. И есть, скажем так, определенные правила. Правила. Гласные, негласные правила, неважно. Главное, что эти правила есть. И вы, если так получилось, что выросли вот в этом окружении, естественно, должны эти правила принимать. У вас и выбора-то особо нет. Потому что вы, начиная жить или вырастая в определенном слое общества, как бы к этому слою общества, оказываетесь, прикреплены. Я это все к чему говорю? К тому, что вы не миркантильны. Напротив, вы очень даже вежливы. Напротив, вы очень даже обходительны, дорогими экспертами называетесь. Благодарите, да? То есть, вы не высекоменные. Но вам нужно, вот, вначале, прежде всего, прежде всего, принять свое положение в обществе. То есть, то, что у вас уровень, вот, как вы говорите, уровень. У вас есть уровень. И этот уровень вам требуется поддерживать. Для вас это не миркантильность, обеспеченный молодого человека. Для вас это не жадность, обеспеченный молодого человека. Для вас это реальность. Понимаете? По-другому вы не можете, если вы выберете себе молодого человека ниже вас по статусу, то вся, все вот это вот ваше окружение, состоящее из золотой молодежи, оно вас отринет. Оно вас оплоднет. Станете вы изгоем и станете вы одно ожить, как, грубо говоря, средний класс, да, или как приблизенный, ну, приблизенный к бедному классу, вы не сможете. У вас не будет такой возможности, потому что вы не привыкли, потому что вы привыкли к другому, вы сами об этом пишете. Значит, что получается? Получается, что вам не за что извиняться. и я, соответственно, задаю вам вопрос. Почему вы извиняете? Вы говорите, не сочтите за американский и за высокомерие. Вот почему? Почему вы не принимаете тот мир, ту реальность, в которой вы живете? Да, эта реальность такова, что в этой реальности вы не уверены в себе. Об этом я скажу позже. Но реальность все равно важна. И, как бы, вы уже в ней примите ее сами. Другое дело, если вы пишете это, потому что не уверены в себе. То есть, если вы были уверены в себе, то, может быть, вы не писали. Знаете, меня интересуют ваши отношения. То есть, почему вы называете это меркантильностью и высокомерием? Откуда у вас вот эти вот мысли, что это вообще может быть меркантильностью и высокомерием? Это не просто неуверенность в себе. Это неуверенность в ценностях, которые есть в вашем мире, в вашем уровне, в вашем обществе и социуме. Это неуверенность в том, что это правильно хотеть вот этого. И я бы не сказал, что это неуверенность в себе. Как правило, неуверенные в себе люди, они не подвергают сомнению ценности какие-то. Они подвергают сомнению в себе твоей способности, но не ценности. Вы не подвергаетесь сомнению ценности, и тогда возникает такой вопрос. если вы сомневаетесь в ценностях своего общества, своего образа жизни, своего социума и так далее, своего уровня, если вы сомневаетесь в этом, то чем это вызвано? Не вызвано ли это, например, тем, что от безысходности и от невозможности по вашему мнению, общаться с молодыми людьми или просто с людьми своего уровня, вы общаетесь с людьми ниже себя, которые определенным образом влияют на вас так, что вы ставите под сомнение ценности своего социума, потому что защищаетесь от него, то есть вы не чувствуете, что вы в него в коже, вы не чувствуете, что вы одна из золотой молодежи, и отвергая это, вы подсознательно приближаете то, что вам более доступно, защитная реакция, да, это одно, второе, если вы просто размышляя и общаясь с другими людьми, понимаете, что материально это не так важно, и деньги, и все вот это вот связанное с обеспечением, все это не важно, где-то подсознательно вы чувствуете, потому что общаясь с другими людьми, вы видите, как они живут, вот об этом стоит подумать, далее, значит, я выросла в очень обеспеченной семье, круг знакомых и друзей, у меня состоит только из золотой молодежи, ну вот интересно, что вы себя к золотой молодежи не причисляете, то есть золотая молодежь для вас это и даже то, что вы могли бы назвать, значит, вот вы пишете, однако в этом кругу я не чувствую себя уверенной, потому что отец при его возможности меня не балует, то есть смотрите, какая получается интересная ситуация, вы, будучи, как я понимаю, взрослым человеком, ну то есть свершеннолетним, ну я надеюсь, что вы свершеннолетним, там что вы говорили про студентов, значит, вы, будучи свершеннолетним, не чувствуете себя уверенной, потому что вас не балует отец, возникает вопрос, а он должен балует отец? Ну, вот подумайте. Вы говорите, да, он дал мне образование, возможно, сходить куда-нибудь с друзьями, путешествия, папа говорит, что у меня неправильные друзья, и что нужно всего достигать самой. Опять же, как вы сами к этому относитесь, как вы считаете, правильно ли это или нет. Подобная позиция. Вы сами как считаете. Кто вам мешает, например, учиться и работать, я уверен, что папа помог бы вам с работой. Но, увы, там другие порядки, там всем помогают родители. у них по щелчку исполняются желания, а я боюсь у папы попросить лишь пару тысяч. Ну вот, смотрите, ваш папа, он хочет сделать вас более приспособленный к жизни, ваш папа хочет сделать вас более адаптированным к жизни. Вы же сами как будто бы этого не хотите или хотите, но кто-то вам мешает. То есть, для вас важнее порядки, которые становлены обществом, чем ценности, например, своей семьи. При том, что вы свою семью хотите. Здесь вот такой момент несколько интересный получается, здесь противоречие, да, с одной стороны вы хотите в свою семью, кстати говоря, для чего, для чего, а с другой стороны вы не уважаете ценности в своей семье и хотите быть такой же, как теоретики выучите. Но если у вас друзья состоят из золотой молодежи, как вы говорите, то если это уже ваши друзья, то они вас по идее приняли. Или принимают, или приняли. А если нет, то это не друзья. Они не принимают вас. И все. дали. Ну, тут у вас есть страх одиночества, про него вы писали. Я расскажу об этом немножко позже. так вот вы говорите, увы, там другие порядки, там всем помогают родить. Ну, и что вам-то почему должны? Вы сравниваете себя с другими людьми. Да? Зачем? Зачем? вы впервые сами скоррелируете ту реальность, в которой вы живете вы, в первую очередь, ту реальность, в которой живет ваш отец. Да? Поймите, что отец не может дать вам того, что против него, против его правил, иначе бы он не добился того, чего добился. Он движет, в общем-то, благими, намерениями по отношению к вам, чтобы стимулировать вас работать, стимулировать вас самой обеспечивать себе. Вы же ориентируетесь на других людей. Вот вы говорите, я боюсь у папы попросить лишние пару тысяч, а вы взрослый человек, а вы взрослый человек, почему надо у папы попросить пару тысяч? Договоритесь с ним, что он вам дает какую-то сумму, когда вы пойдете работать, вы эту сумму ему отдадите. Учите брать ответственность за себя в этой ситуации. Вы не уверены, потому что вы не хотите брать на себя ответственность. Золотая молодежь, люди, которые вас окружают, это люди, которые также ответственности за себя не несут в принципе. За них все делают родители. И вы почему-то считаете, что это нормально. Я уверен, что с работы у вас проблем не будет. Более шляп. Отец поможет, люди помогут и так далее. Но если вам нанят деньги, не нужно их у кого-то просить. Вот как раз-таки находясь в зависимости от отца, вы стимулируете свою неуверенность в себе. То есть вы неуверенны в себе не потому, что вот вы какая-то плохая или вы какая-то странная, а потому, что ваш отец при его возможности меня не балует. А почему вы решили, что он вас должен баловать? Вот откуда такая? И как вы думаете, вот он говорит, что у вас неправильные друзья, как вы к этому относитесь? И если эти люди действительно такие, то какую ценность они для вас представляют? Почему бы вам не найти тех людей, которые действительно бы обращали внимание на ваши личностные качества, например, а не на то, что вы по щелчку получаете то, что вам нужно от родителей? Для чего принимать устои общества, которые являются деструктивными? И в деньгах, и в этом всем нет ничего плохого. Но в данном случае это деградация. Ваш отец хочет избавить вас от деградации, либо вы соглашаетесь с ним, либо идете против, но свой выбор нужно сделать. И если вы считаете, что вам должны давать деньги, то простите деградации, он либо просить, либо как-то договаривать, по-другому нет вариантов. То есть можно как-то к какому-то соглашению прийти с отцом и все. Отец хочет приучить вас к ответственности на себя. Вопрос в том, хотите ли вы эту самую ответственность на себя брать. на фоне того, что я сравниваю себя с тем обществом меня понедлил от сматрика. А вот как вы сравниваете себя с тем обществом, да? Тем, что вас не балуют ответ. Так вы лучше этого общества. Потому что вас не балуют и вы всего добиваете своими силами. Или у вас какие-то другие ценности. Вы впервые определитесь с ценностями, на что вы ориентируетесь, что было до университета, например. Как у вас отношения с родителями вообще складываются? И так далее. Далее, по крайней мере, я это связываю именно с тем, что отец не балует, кто приходит всегда перед ним унижаться и доказывать свои успехи. Ваш отец не должен вас скваживать. Ваш отец прививает вам ответственность. А доказывать свои успехи это чувство вины. Чувство вины перед ним, перед отцом. То есть отец инфинктивно, скорее всего, сам того не желая, сформировал у вас чувство вины, когда вы должны доказывать свои успехи. Ничего никому доказывать не нужно. И унижаться туда не придется. И доказывать ничего не придется. Вы просто говорите, что вам нужно и что вы готовы для этого сделать. Как отработать. Вот это то, чего хочет ваш ответ. Вы же хотите получать просто так. Это идет против вашего отца. И отца не переделать. абсолютно никак. В этом плане. И это мне понравится не тем мужчиной, которых я хотел. Ну, вы знаете, во-первых, у вас явные проблемы с отцом. То есть вы все время пытаетесь доказать, у вас не получается, вы все время пытаетесь добиться его любви, у вас не получается. Скорее всего, вы станете завидовать своей матери. значит, и в общем-то основная проблема с вас недолюбливает отец, по вашему мнению. И вот это отношение вы переносите на мужчину. То есть вам нужен еще один отец. Богатый, обеспеченный, который бы заменил вам отца. Но это так не работает. понимаете, в чем дело? Как бы мужчина, мужчина, он в первую очередь хочет видеть рядом с собой женщину. Женское поведение, которое делает его мужчиной. А женщина никому ничего не доказывает. Понимаете? первое надо прорабатывать отношения с женщиной, потом идет мужчина. Далее, ну, по поводу парней, значит, вот до того, как вы пишете про то, что у них не расстаетесь по той причине, что боитесь остаться одна, вот по поводу парней, я вам скажу так, что парни это отражение вас самой. То есть, вы неправильно интерпретировали, то есть, ну, искаженно интерпретировали отношения к себе своего отца в контексте общества, считая почему-то, что когда родители своих детей балуют, это нормально, и почему-то желают, что отец был таким же, хотя он в принципе не такой. Да? отцуллер идет ваша ориентация на суперэго, и естественно, что вы выбираете мужчин, которые не для вас. Мужчины навлекали к вам отношения вас же самой к себе. По причине того, что вы целевмерно много внимания уделяете суперэго, то есть, социуму, вы боитесь остаться одна, потому что у вас нет ничего своего, ничего самостоятельного, ничего самобытного. да? Вот. И поэтому вы боитесь остаться. Со драком нужно работать, нужно уметь быть наедине с собой, нужно уметь находиться в гармонии с собой, этому учиться в процессе бесед с психологом, вот, и тогда вы будете более самостоятельными, более самодостаточными, у вас будет личностный рост, то есть, умение делать выбор в той или иной ситуации, выбор именно в своем контексте, выбор именно для себя, не для других, не чтобы быть для других лучше, а чтобы просто быть лучше, для себя, чтобы в соответствии со своими принципами и идеалами поступать, а не в соответствии с принципами и идеалами других людей, чтобы на пользу себе действовать, а не чтобы просто быть такой, как другие. Вот. Значит, далее, вы пишите, я не верю, то меня сможет влюбиться нормальный, обеспеченный парень, потому что я таких не цепляю. Так, ну, вот вы пишите нормальный, обеспеченный парень любить. Вы думаете, что парни влюбляются в деньги. Так получается. Вы думаете, что парни влюбляются в обеспеченность? Но зачем обеспеченному парню, например, ваши деньги? Нет, ему это не нужно, ему это безнадобность совершенно. Обеспеченный парень готов вас сам обеспечивать, если вы будете вести себя соответствующим. Для этого нужно быть для него той, кто сделает его мужчиной, кто будет позволять ему чувствовать себя мужчиной. Для этого достаточно просто выглядеть соответствующе, если у вас проблем нет, и давать мужчине то, что ему нужно. И все. Никакие деньги, никакие средства, ничего это не нужно. Это он вам дает. Или вы что, собрались в мужчину деньги вливать? Что это тогда, да, ухозер? И уж точно это согласитесь. Не проявление обеспеченного парня. Верно? Далее, значит, я не цепляю таких. Потому что, скорее всего, у вас нет женской модели поведения. У вас отдаленная мама, вы про маму вообще ничего не сказали. Либо вы с ней не общаетесь, либо с ней что-то случилось. Но у меня есть сомнение, что вы имеете достаточно четкий, проработанный образ женского поведения. Что есть женственное, что есть не женственное. Как должна себя женщина вести, что она должна создавать мужчине. Этого у вас, мне кажется, нет. И это проблема. Потому что вы руководствуетесь триггерами отца. Триггеры отца, это не то, что может быть правильным. Это не то, что вообще является правильным. Если честно. То есть это правильно только для него. И вам нужно его выбор уважать. И смотреть на его выбор. И вы считаете, что деньги решают все, потому что так вас, наверное, приучил отец. Но при этом, при этом, вы считаете, что деньги решают все в отношениях с парнем. А это ошибка. Опять же потому, что вы своему отцу должны что-то доказывать. Но вы-то отсюда, а не доказывать, что это по причине того, что он, скорее всего, хотел мальчика, получил девочку и проектирует на вас свои собственные попередности и желания, считая, что помогает вам. Это его право. То ли истины там есть. А у вас это своя реальность. И в вашей реальность, это совершенно не важно, сколько у вас денег. В вашей реальность, чтобы зацепить парня, нужно не вкладывать в него средства, а быть для него интересной, быть для него загадочной, быть для него женщиной. Далее. Мне бы хотелось уже замуж. Зачем? Для чего? Как я понял, вы учитесь столько. Вы еще студентка. Зачем вам замужество сейчас? Как насчет работы, карьерного роста, обеспечивания себя, скрывало? Или вам все это неинтересно? А зачем вы тогда учитесь? Кого вы учитесь? И так далее. В общем, для чего вам замужество? Понимаете? Ориентация на замужество здесь. Это по сути дела попытка подстроить своего мужчину, то есть вот, ну, вашего мужчину, возможного, которого вы можете встретить, да? Попытка подстроить его мужчину под образ семьи, который у вас имеется. То есть если вы хотите замужество, то это означает, что вам нужен определенный мужчина, который даст вам то замужество, которое вы хотите. Но из-за того, что это ваше представление и, скорее всего, ваши сантазии, иллюзии, всегда идет что-то не так. И вы разочаровываетесь, и через разочарование теряете веру в себя. То есть проецируете на свое самооценку, на свое достоинство, то, что у вас не получается. В действительности же нельзя быть ориентированной ни на мудрство, ни на бомбей. Ориентированной нужно быть на деятельность. Понимаете? И тогда люди будут вокруг вас, соответствующие. Подумайте, при каких условиях, например, ваш отец мог бы вас спонсировать или мог бы вам помогать. Подумайте, какое поведение, с его точки зрения, было бы самым одобряемым, когда бы он готов был для вас что-то делать. И подумайте, как бы можно было бы это использовать для себя. Использовать подобные вещи для получения выигры. Это куда более адекватная модель победителя. Я даже не пытаюсь близиться к такими поднями, потому что знаю, что я им буду неинтересен. Так, ну, во-первых. Даже не пытаюсь близиться с этими поднями. А по поводу чего вам сблизаться с ними, скажите мне, скажите мне, пожалуйста. Что у вас общего с ними? Попробуйте, попытайтесь ответить на этот вопрос. Что у вас с ними общего? Сближение, ведь оно должно быть на почве чего-то. Вы говорите, я им буду неинтересен только потому, что ваш отец вас не балует? Серьезно? Вы не будете интересны только потому, что вас не балует отец? Как это связано? Вы подумайте, что интересно молодому человеку, подумайте, что интересно вам. И вы получите возможные варианты того, как можно это стерилировать. Как можно это совместить? А вот то, что вы говорите, это... Нет причины следственных связей в этих моментах. Помимо только того, что ваш отец тем, что требует от вас постоянно доказывать что-то, выработал у вас нарциссические такие нотки личности. И вы, как бы, идеализируете все вокруг и обесцениваете себя. Красотой я их привлекаю, потому что с методом у меня все хорошо. А вот дальше дело не идет совсем. А дальше это как? Опять же, как здесь замешаны деньги. Красота ваша. Все в порядке. На этом можно начать диалог. А потом раскрывайте, как личность, как женщина, как субъект деятельности. Раскрывайте. Это то, на что отец не влияет. Деньги здесь ни при чем. Раскройте, и мужчина будет для вас делать все. Абсолютно все. Обычный планам, студентам, я очень нравлюсь. Многие хотят со мной потрогать отношения, но я понимаю, что будет всего не менять. Почему? Почему будущего с ними нет? Какого будущего вы хотите? Почему вы считаете, что это будущее должен вам дать один парень, а не вы сами себе? Опять же, ориентируясь на опыт молодой молодежи. А подумайте, какими они будут людьми через 5, 6, 10 лет? Вот с таким поведением. Насколько они будут успешны. Подумайте об этом. Подумайте, куда ведет безответственность. В долгосрочной перспективе. Понимаете, сейчас вы мыслите, как подросток. Перешивая по поводу того, что вы не являетесь полноценным членом определенной группы. Но так ли эта группа хороша? Будет взрослая, а не подросток. Подумайте об этом. Так ли хороша та группа, членом которой вы хотите быть? И даже если сама группа хороша, так ли конструктивны их ценности? И так ли деструктивны ценности вашего отца? Понятно, что везде есть три гиба. Но именно в рациональном зерне. Как поверить в себя, пищевые? Ну, это поверить в себя, но увидят результаты своей деятельности и брать на себя ответственность. Других возможностей поверить в себя нет. Либо это деятельностная сфера, то есть вы чего-то добиваете, сработаете, сами себя обеспечиваете и так далее. Не думаю, что с этим будут проблемы у вас. Либо это развитие кругозора, расширение его, чтобы быть интересным для своего мужчины. Вот так. Других вариантов опять же попросту нет. Как научиться привлекать образованных, крутых, обеспеченных молодых людей? Ну, опять же, вопрос. Для чего вам такие? Ведь вам нужен определенный тип мужчин. И вы не сказали, что это мужчины определенных характера. Это именно материальные. А все, что материальные, это ваши потребности. И если у вас будут ваши потребности, если вами будут двигать ваши потребности, то вы всегда будете зависимы от них. Так же, как мы зависимы от своего отца. И будет сценарное поведение, когда вы зависимы от своего отца, теперь потом вы зависимы от тех парней, с которыми вы сейчас, потому что вы не хотите брать на себя ответственность. А потом вы будете зависимы от еще одного парня, который станет вашим мужем, который будет так же обеспечен, но не будет вас баловать. Почему? А потому что вы целиком и полностью зависимы от него. Вы не представляете ценности как личность, как человек, как индивид для него. Понимаете? Вот что важно. Вот что важно. Чтобы получить деньги, нужно деньги инвестировать. Чтобы получить деньги, нужно деньги тратить. Это первое. То есть, если вы не будете получать сами, если вы не будете сами тратить, то у вас не получится себя обеспечить. Далее. Определите ли с вами, какие отношения вы хотите построить. Основанные на чувствах или просчет. Если просчет, то нужно быть полезным. И тогда будьте полезны своему отцу, чтобы он хотел вас обеспечить. И учитесь быть полезным парням, которые вам нравятся. И вот тогда, будучи полезны, вас будет обеспечивать. Какой выбор делать, решать вам. И пусть этот выбор станет первым шагом вашей осознанной ответственной жизни и концом ожиданий чего-либо от других. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку. Буду растонуть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.